Информация в этом видео взята из открытых источников, и мы ее вам расскажем. Любая крупная компания пытается выстраивать вокруг себя имидж и распространять свой продукт или услуги с помощью рекламы. Делают все это по-разному. Ikea, например, берет оригинальностью. Apple больше уходит в нативную рекламу. Burger King и McDonald's, как и Pepsi с Coca-Cola, ведут агрессивные рекламные кампании против друг друга уже долгие годы. Но есть определенная сфера, реклама которой преследует две вещи. Первая – разойтись как можно шире, то есть охватить огромное количество людей. Вторая – въесться в мозг настолько, чтобы название их кампании тебе снилось. Их слоганы должны звучать и повторяться из всех утюгов, чтобы ты точно обратил на них свое внимание и запомнил их. Да, такие рекламы используют казино и букмекерские конторы. Даже если ты никогда не пользовался их услугами, то пару-тройку названий точно вспомнишь. Одной из наиболее известных БК, если не самой известной, у нас является 1xbet. Недавно мир увидел всплывшую информацию об этой кампании, и поверьте, о такой истории запросто можно снимать кино. Смотрите до конца, и вы убедитесь, что это никакая не реклама, а рассказ настоящего голливудского фильма. 1xbet – что это за кампания, как она появилась и что и кто за ней стоит. Самые богатые клубы мира рекламируют контору, а основатели из Брянска находятся в международном розыске. Это Битл, поставь лайк и будем начинать. Друзья, а как вы относитесь к интервью? Я обожал до недавнего. Проще их вообще не смотреть. Это уже действительно выглядит чуть ли не позорно. Такие интервью должны быть пособиями по тому, как их делать не нужно. Трахни меня прямо сейчас. У меня на канале Битл вышло видео о том, почему интервью сегодня умерли. И конкретно мы разобрали это на канале, например, «А поговорить» – суперпопулярный канал с парочкой таких интервью, что хочется плакать. Приезжай в Самару, все унылые журналисты ходят поникшей головой. Почему? Это ужасно. Если тебе интересно посмотреть, охереть, как можно сделать настолько плохо такой большой канал и делает такое, переходи по ссылке в описании, подписывайся на канал и жду тебя там. Об 1xBet масса молодых людей узнали не так уж давно. Максимум – несколько лет назад благодаря рекламе блогеров. Но существует компания аж 2007 года, то есть уже 13 лет. Да, в то время, когда в моде были эмо, 1xBet уже набирал обороты. Причем около половины пользователей, заходящих поставить на спортивное событие, перетекает в казино. Да, 1x также является онлайн-казино, а это приносит существенную часть прибыли. 6 лет назад в России онлайн-букмейкеров обязали иметь лицензии, 1xBet это решил проигнорировать, за что Роскомнадзор уже несколько лет пытается блокировать БК. Но не совсем успешно, так как 1x использует все возможные так называемые зеркала. Очень интересная информация. Раз Роскомнадзор пытается блокировать сайт, значит у него есть претензии. Значит сайт не совсем легальный. При этом 1xBet в 2019 году вошел в тройку самых крупных заказчиков рекламы в Рунете, уступив Пепсико и Гуглу. Компания, которая блокирует государство в тройке лидеров. Ну про то, как Роскомнадзор пытается блокировать различные сервисы мы знаем хорошо, им иногда проще сдаться и все разрешить. А потом там и собственную страницу завести. Возможно активнее всего 1xBet рекламировался на пиратских сайтах, но он не просто покупал там рекламные баннеры или прероллы перед фильмами или сериалами, а собственноручно приложил руку к созданию таких сайтов. Компания каждый месяц инвестировала в озвучивание пиратских фильмов и сериалов до полумиллиона рублей и за последние 5 лет с их помощью озвучили около 900 фильмов. Теперь финансы. Денежный оборот компании очень внушительный. Я бы даже сказал огромный. У компании 1xBet есть компания клон 1xStavka и только она в прошлом году получила прибыль в 5,5 миллиардов рублей. Миллиардов. Дальше будет еще интересней. В 2018 году выручка 1xBet, то есть основной компании достигла 2 миллиардов долларов. Бюджет страны Андорра в том году составил 3 миллиарда долларов. При этом российский оборот был меньше зарубежного. В том числе и потому, что компания решила продвигать себя на более высоком уровне, например, заключив соглашение с футбольными клубами Тоттенхэм, Ливерпуль, Челси и, главное, Барселона. Во время матчей Барса зритель наблюдал и, главное, наблюдает баннеры 1xBet, мимо которых пробегал и Месси. Забавно, что многим нашим блогерам досталась от рекламы 1xBet, при этом Месси как-то это сошло с рук. Хотя, может, директ с претензиями ему и завалили, кто знает. Но, по правде говоря, сотрудничество с некоторыми клубами у 1xBet быстро закончилось из-за скандальной статьи The Sunday Times, которую выпустили в прошлом году. В ней говорилось о рекламе 1x с участием полуголых девушек, о рекламах на запрещенных ресурсах, я уже об этом сказал, о ставках на детские соревнования и, внимание, о трансляциях петушиных боев. Как же это по-русски? Оборот в миллиарды, сотрудничество с Барселоной и петушиные бои. Но я бы уже не удивился, если бы оказалось, что эти бои приносили 95% выручки. По этим причинам в Великобритании было проведено расследование, после которого клубы отказались от сотрудничества, а английский сайт был заблокирован. Правда, Барселона до сих пор сотрудничает с 1xBet. Футболисты снимались в отдельной рекламе, а на сайте в партнерах среди Nike и Rakuten числится и БК. Только я попытался зайти, после чего меня перенаправило на 1x-bet-bk.com, но вылезла и сопутствующая надпись, что этот веб-сайт в моей стране недоступен. Но кто же стоит за всем этим, вполне можно сказать, мировым проектом? Это даже звучит киношно. Три жителя Брянска. И всех их следственный комитет объявил в международный розыск. Если вам интересно, их полные имена вы можете найти в интернете, сейчас это не главное, сейчас я просто о них расскажу. Забавно, что у всех них есть гражданство Кипра. Это известная офшорная территория, где очень выгодные условия для ведения бизнеса. И, возможно, они находятся именно на этом острове. Предполагаемых основатели 1xBet назвали в августе, их обвиняют в незаконной организации проведения азартных игр в составе преступной группы. Худший для них исход это заключение под стражу на срок до 6 лет и штраф до миллиона рублей. Миллион рублей, скорее всего, основатели 1x бы потянули, недаром проводили все-таки трансляции петушиных боев. Но срок 6 лет. Кстати, можете написать в комментариях, как вы считаете, не завышено ли такое наказание за такую деятельность. Один из возможных основателей 1xBet по имени Сергей вообще 14 лет проработал в милиции и в основном боролся с компьютерными преступлениями. Иронично. В итоге он разочаровался в реформе МВД и в 2011 году ушел. Именно он, как предполагают, принял решение рекламироваться на пиратских платформах, так как из-за отсутствия лицензии на других ресурсах реклама стала невозможной. Его предполагаемый, это важно тут подчеркивать, коллега Роман связан с БК уже с 2007 года и изначально он работал с FonBet. Который, кстати, тоже сейчас уже активно рекламирует лучшие английские клубы. И Тимати. Уже 13 лет назад Роман решил расстаться с FonBet и двигаться самостоятельно. Сейчас много информации о его сторонних бизнесах, таких как гостиничная и недвижимость. Писали, что весной Роман пожертвовал 40 миллионов рублей родному Брянску на борьбу с коронавирусом, а также 1 миллион евро неродному Кипру, точнее больнице, на те же нужды. О третьем возможном основателе Дмитрий информации тем более конкретной и интересной почти нет. Один влиятельный бизнесмен из Брянска сказал, что в их городе возможные основатели 1xbet считаются настоящими легендами, создав такой бизнес. Он подметил, что звезды отечественной да и мировой величины носят одежду с символикой 1xbet, рекламируют контору, а владельцев и близко никто не знает. Также он шокирован, что такой крупномасштабный бизнес может быть сконцентрирован в Брянске. Да в общем шокирован не один он. За 5 лет эта троица заработала 63 миллиарда рублей и приняла около 60 миллионов ставок. Инкриминировать преступлением очень сложно, так как должно быть фактическое место преступления. Если это офис 1xbet в Брянске, то там только лишь разрабатывалось программное обеспечение, а филиалы фирмы были по всей России. Да и за ее пределами принимались ставки, а это уже не норма российского законодательства. Есть информация, что Сергей, Роман и Дмитрий не скрываются и суд знает их точные адреса на Кипре. Все трое готовы отвечать на вопросы удаленно. Если все действительно так, то история даже мало похожа на настоящую. Трое простых ребят сделали полулегальную контору и вышли на весь мир с миллиардными оборотами. Кто-то называет их красавчиками, а кто-то осуждает за такую деятельность. Как думаете вы? Они красавчики, что в суровых реалиях смогли создать то, что рекламируется мировыми брендами до сих пор, а также принесло миллиарды, плюс трансляции петушиных боев. Либо они преступники, которые занимаются отрицательной деятельностью. Напишите в комментариях, действительно интересно. А я лишний раз просто хочу напомнить, что все финансовые действия осуществляйте ответственно. Только вы за это отвечаете и перекладывание ответственности, к сожалению, скорее всего не поможет. Это же еще не все. Напоминаю, что у меня на канале по ссылке в описании ты можешь посмотреть видео про провально ужасные интервью и о том вообще, куда катится весь жанр интервью сейчас на ютубе. Получилось интересно, там действительно есть что посмотреть. Жду у себя, подписывайся на канал и обязательно пиши комментарий, как ты думаешь. Вот эти мужики из Брянска, кто они? Красавчики или преступники?